Всем привет! Вы находитесь на канале Лазаревская Форевер. Сегодня у нас будет такой влог на кухне. Буду готовить пиццу. Нам потребуется мука 500 грамм. Я ее просеяла. Дрожжи вот такой пакетик. Тоже идет на 500 грамм. Соль. Чайная ложечка. Сахар. Тоже чайная ложечка. Стакан воды теплой. И вот здесь 3 столовые ложки растительного масла. Начнем готовить. Беру вот такую емкость. Наливаю стакан воды. Вода теплая. Не горячая. Высыпаю сахар. Чайную ложку. Насыпаю соль. Чайную ложку. Добавляю вот эти дрожжи. Тут 7 грамм на полкило муки. Ну и конечно добавляю нашу муку. Немного пока. Ложечки 3 хватит. И размешаю. Вот размешала. Сейчас накрою все вот это крышкой. И пусть дрожжи начнут работать. Прошло около 5 минут. Видим, что наши дрожжи работают. Добавляем муку и растительное масло. Вначале масло налью. 3 столовые ложки. А затем потихоньку добавлю муки. Всю сразу добавлять не буду. Буду добавлять по чуть-чуть. И размешивать миксером. Миксером. Буквально 2 минутки поработал наш миксер. Вот такое тесто получилось. Я его ставлю в микроволновку выключенную. Вот его столько получилось в чашу. и тесто должно подняться. Я так думаю, что до сюда. Пока ждем тесто, оно поднимается у нас в микроволновке, готовлю начинку. Вот эти сосисочки я нарежу колечками, естественно, почищу. Помидор полукружочками нарежу. Оливочки порежу тоже пополам. И сыр натру на терке. Буду мазать вот таким кетчупом. Вот наша начинка уже готова. Порезала помидорки, сосиски, порезала пополам оливки, натерла сыр. И вот наше тесто смотрите, как поднялось. Поднялось очень даже хорошо минут за 30. А это вот кетчуп, которым я буду намазывать основу для нашей пиццы. Печь буду пиццу вот на такой вот форме. Скорее всего, что у меня будет две пиццы. Добавляю масло. Масло нужно по форме будет размазать. Беру часть теста. Смотрите, какое шикарное тесто получилось. Вот так у меня получилось тесто на сковородочке. Сейчас я добавлю кетчуп. Ну и его конечно же размажу по тесту. Это будет основа. На кетчуп я добавлю помидоры. Помидоры нарезала и буду добавлять вот так вот по кругу. Ну а на помидоры я конечно же положу вот эти наши сосиски, нарезанные кругляшками. Ну а после сосисок разложу еще оливочки. Это очень вкусно, ребят. у меня есть сушеный вот такой базилик и я добавлю еще вот так вот сверху базилика. Будет тоже очень вкусно. Ну и завершающий слой это конечно же сыр. Сыр тертый на мелкой терке. Я вот так вот засыплю. Майонеза никакого я не добавляю. Некоторые добавляют майонез. духовка у меня уже включена на 200 градусов и я сейчас поставлю минут на 20 наверное эту пиццу. Буду смотреть. Одну пиццу поставила в духовку и сейчас сделаю вторую на другой форме. Торяем все точно так же. Размазываем масло, добавляем тесто. Тесто взяла половину от того что осталось, скорее всего что у меня будет тряпиться. И вот точно так же вот такими движениями я тесто по сковородке распределяю. А дальше точно так же наношу кетчуп. С помощью кисточки его размажу. В следующем слое у нас пойдут также томатики. Распределяем их по кругу. помидоры. На помидоры я положу сосиски нарезанные кругляшками. После сосисок разложу еще оливочки. Это очень вкусно. ребят. Вот такой перчик халапень я добавлю немного. Потому что он очень острый. Но он очень полезный. Вот так вот кусочками. также посыплю базиликом. Не очень много. Ну и конечно же нашим сыром. Куда же пицца без сыра? Вот наша заготовочка готова. Остается только выпечь. Пока готовила те пиццы приготовилась пицца первая. Вот она испеклась. Я сейчас ее переложу на тарелочку. Пиццу переложила на тарелку. Хочу ее теперь разрезать. Горячая. Поэтому даже страшно резать. Вроде как разрезалась. Сейчас вам покажу какая она тоненькая у меня. Вот такая пицца. Теста мало. Начинки много. Ой ломается. Она хрустящая ребята вкусная. Мы сейчас заварим чаек и будем пить чай с такой замечательной пиццей. Всем приятного аппетита. А вот ребята подоспела и вторая пицца. И уже поставила в духовку третью нашу пиццу, которая остренькая. Вот ребята готова и наша третья пицца. Мы с вами испекли три пиццы сегодня. Очень вкусные, тонкие, как в пиццерии. Всем приятного аппетита. Кто кушает. переложила вот эту последнюю пиццу с халапеньо на тарелочку. Вот так она выглядит. Мягонько. Тесто тоненькое, в общем, шикарное. Всем, кому понравилось, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайкосики, нажимайте на колокольчики, чтобы не пропустить следующие видео. Делитесь в соцсетях нашим видео. Ну, а на сегодня все. Увидимся в следующих видео. Берегите себя, своих близких и всем пока-пока-пока-пока. До свидания.